Сколько стоил мой морской аквариум? Это часто задаваемый вопрос, я решил сам с ним разобраться и все сесть и посчитать. Что-то осталось у меня с прошлого аквариума, что-то мне подарили, что-то я на что-то поменялся, покупал многие позиции, я по оптовым ценам, так как я участник этого рынка. Но я решил сесть и посчитать все так, если бы мне пришлось все покупать по рыночной цене. Самое дорогое и самое важное в морском аквариуме это аквариумный свет. В моем случае это гидра 32, она стоит 530 евро. На мой аквариум 60 сантиметров, 32 гидра, самое оно. Например, прайм было бы недостаточно. Светильник нужно на что-то закрепить, на что-то повесить. В моем случае это крепление от светильника джибао. Но если бы мне пришлось покупать, я бы купил брендовую ногу за 96 евро. Подставка под аквариум. В моем случае это фабричная подставка акваэль. Она стоит 120 евро с доставкой. Можно было бы взять той же фирмы чуть бюджетнее, около 50 евро. Но я вот решил такую с красивыми такими дверками. Акваскейп, белый цвет, класс. Итак, подставка 120 евро. Габариты моего аквариума 60 на 30 на 36. Я заказал у местного производителя из стекла OptiWhite осветленного. Стоило мне 75 евро. Конечно же, правильнее было бы заказать изготовление аквариума с задним сампом. Это бы решило многие вопросы, которые сейчас возникли. Но это было бы чуть дороже. Ну, скажем, не чуть дороже. Это было бы дороже в 5 раз. Цена такого аквариума мне считали за 370-400 евро. Содержать морской аквариум без осмоса, без фильтра обратного осмоса. Конечно же, можно. Можно воду где-то покупать. Но это чертовски неудобно. Поэтому я купил фильтр обратного осмоса 100 евро. Самый простой и бюджетный. Навесной фильтр Fluval C4. Он выполняет функции механической и биологической очистки воды. И также частично циркуляции воды. Цена такого фильтра 80 евро. Уйти от покупки нормального автодолива и заменить его вот этим вот бутылочным вариантом не удалось. Я все же купил нормальный автодолив оптический. Производитель Aquatrend. Цена 88 евро. Еще одно устройство автоматизации это дозирующая помпа. Дозирую я карбонатную жесткость, буфер. Конечно же, можно дозировать его руками. Но практика показывает, что лучше и надежнее это выполняет дозирующая помпа. Цена такой помпы 80 евро. Циркуляционная помпа или помпа течения. В моем случае это Jibao SLV5. Самая маленькая из линейки. Самая, наверное, бестолковая. Но она у меня есть. И цена ее 40 евро. Пенник или скиммер Arisan SK300. Не самое лучшее решение для морского аквариума. Но оно самое компактное. Самое бюджетное. Самое, соответственно, доступное. И цена такого пеника 32 евро. На дворе лето. Жара невыносимая. Обычным вентилятором охладить аквариум не удается. Неудобно. Я купил вот такой вот китайский кулер Боя называется. На 4 вентилятора. Его цена 34 евро. Бионаполнитель я использовал производителя бренда Сечем. Называется сам наполнитель Матрикс. Самый такой топовый. Самый высокопористый. Купил я 1 литр. Цена этого литра 19 евро. В качестве декорации я использовал сухой рифовый камень. Купил его БУ. Около 5 килограмм. Стоило мне это 25 евро. Камень производства Аквафорест. Если надо было покупать такой камень заново. Я бы купил самый доступный. Из того, что есть на рынке. Чтобы не тратить деньги на доставку. Пошел бы в ближайший магазин. Что там было бы. То я и купил. Так как в этом аквариуме много камня не надо. Буквально 2-3 камня. Особую какую-то нагрузку биологическую они не выполнят. Поэтому взял бы то, что есть. Песок покупал по тому же принципу, что и камень. Самый доступный, чтобы не тратить деньги на доставку. Цена такого 5 килограммового мешка стоила 18 евро. Песок голубое чудо. Конечно же лучше использовать карипси или какой-то другой брендовый песок. Но соль использовал тропик марин. 23 евро 5 килограмм. Мне этого хватило запуститься. Сделать несколько подмен. И еще на несколько подмен соли хватает. В дальнейшем надо будет купить ведро соли. Так как самая дешевая цена за 1 килограмм будет в той упаковке, которая самая большая. Соответственно самая дешевая соль будет самая дорогая. Итак, ведро 120 евро. Но это в будущем. Это не сейчас. Сейчас я 120 евро не тратил. Синяя пленка для фона 4 евро. Все кораллы купил в одном месте. Пакетом. Церкофитоны, синулярии. За все вот это вот богатство я заплатил 200 евро. Пара клоунов самые простые, разводные, но веселые, здоровые и это класс. Пара клоунов 40 евро. Для разнообразия несколько улиток, чтобы какая-то была жизнь в аквариуме и чтобы создавалась иллюзия, что кроме меня этот аквариум кто-то чистит. В итоге получилась вот такая вот табличка. Хобби конечно не бюджетная, но цена такого аквариума соизмерима с покупкой айфона. Хобби конечно не бюджетная, но цена такого аквариума соизмерима с покупкой айфона. Субтитры создавал DimaTorzok